Компания ВПК «Механизация» с 2006 года поставляет на рынок широкую линейку станков для гибкой арматуры. Высокая производительность и простота эксплуатации – это лишь часть преимуществ, которые сделала станки торговой марки ВПК популярными среди российского строительного оборудования. Сегодня мы рассмотрим данные станки на примере модели ГС-42. Этот станок прост в эксплуатации, обладает высокими показателями надежности и безопасности. Перед началом эксплуатации необходимо надежно закрепить станок, исключая риск смещения в процессе работы. Проверяем уровень масла в станке. Эксплуатация разрешается, когда уровень масла не ниже середины уровня глазка. Если уровень масла ниже, необходимо его долить. Подключаем станок к электросети, предварительно убедившись, что станок задемлен. Подключаем педаль управления. ГС-42 оснащен панелью управления. Чтобы убедиться, что станок верно подключен, необходимо запустить его. Для этого на панели управления включаем переключатель-перефазировщик в положении 1. Снимаем кнопку Стоп с фиксацией и запускаем станок с нажатием кнопки Пуск. Проверяем вращение поворотного диска. Диск должен вращаться по часовой стрелке. Далее нажимаем кнопку Стоп. Переключаем переключатель-перефазировщик в положение 2. И снова запускаем станок. Теперь поворотный диск должен вращаться в противоположную сторону. Таким образом, мы проверяем правильность подключения станка. В зависимости от того, с какой стороны будет заводиться арматура, для удобства оператора мы меняем направление вращения рабочего диска с помощью переключателя-перефазировщика. В комплектацию станка входят гибочные приспособления различного диаметра. Устанавливаем центральный и периферийный палец вместе с обкатным роликом на рабочий поворотный диск. Задаем необходимый угол загиба на рабочем диске. Осуществляем пробный запуск в автоматическом режиме. Проверяем правильность выбранного угла. Устанавливаем упор. Заводим пруток арматуры вдоль упора. Фиксируем его согласно диаметру стержня. Запускаем станок и осуществляем гибку. Для того, чтобы осуществить гибкую арматуру другого диаметра, необходимо отрегулировать упорную рейку, на которой установлен упор. После окончания работы отключаем питание на станке. Убираем все гибочные приспособления с рабочего стола. Очищаем рабочую поверхность от окали и все посадочные отверстия под гибочные приспособления смазываем маслом. Как вы убедились, на станке можно изготавливать различные изделия. Помните, что на станке должны работать лишь квалифицированные специалисты, внимательно изучившие инструкцию по эксплуатации.